Добрый вечер, приветствую всех! Если я не ошибаюсь, мы остановились в прошлый раз где-то на этимологии имени Аида. Помните, резюмируя, самое распространенное, конечно, у греческих философов, философская этимология была, которая производила имя Аида от невидимой, а альфа-привативом отрицательной и идеей невидимой. И в натуралистической интерпретации, конечно, невидимым элементом был воздух. И вот это удивительно, потому что это отождествление одновременно могло выступать и как вполне натуралистическое и, как вообще говоря, вполне религиозное, связанное с понятием так называемого посеустороннего Аида, пессимистического учения орфико-пифагорейского орфического о том, что земная жизнь — это наказание, и мы сейчас, и душа человеческая в теле, она мертва, и воздух — как раз это и есть Аид. Ну, у Эмбидокла это совершенно очевидно, он следует пифагорейской традиции. Эмбидокла четыре так называемые стихи имеют божественные имена. Я думаю, что его предшественником, конечно, был и в данном случае он питался идеями Гераклита, хотя и пифагорейские какие-то источники тоже не исключены. Вообще тут хочу вам обратить ваше внимание на то, что существует такое заблуждение, которое иногда приводит к совершенно неправильным выводам, а именно такое представление, что якобы до Эмбидокла теории четырех элементов не существовало. Тут надо внести ясность, какой смысл вкладывать в теории четырех элементов. Действительно, теории четырех вот этих стихий — земля, вода, воздух, огонь — как своего рода химических элементов, которые абсолютно ни во что другое превращаться не могут, и поэтому они могут вступать только в смеси, в разные соединения, комбинации в различных пропорциях. Это механистическая физика, которая существовала и до Эмбидокла. Вообще первая физическая система и первая теория изменения материи, которую мы знаем, аноксимандра, она есть именно теория панспермии, теория смеси. Но в ней так называемые четыре стихии, они не являются элементами в химическом, в менделеевском смысле слова. Это просто агрегатное состояние вещества, поскольку элементами признаются так называемые семена. Это, мы уже говорили, это гениальное предвосхищение, конечно, химии 18 века и позднейшей периодической системы, потому что в теории материи аноксимандра все металлы были элементами. Всякое золото, медь, железо, все их семена как бы находились в первоначальной смеси. Поэтому в этой традиции механистической физики земля означало просто твердое агрегатное существование, земля была смесь. Вода точно так же была смесью, все это были смеси с преобладанием чего-то одного. Видно, что у пифагорейцев это было не так. И мы, конечно, у нас очень скудные источники, практически никаких засвидетельственных собственно фрагментами о теории элементов пифагорейской доэмпидокла. Но есть такое в дексографии, в источниках, в древних существовало убеждение, что так называемые платоновские, вот эти платоника Сомата, платоновские тела, что они в значительной мере были уже изобретением пифагорейцев, которые приписывали этим стихиям, определенные, их корпускулам приписывали формы правильных многограней. Причем у них, у пифагорейцев огню приписывалась пирамидальная форма, потому что пирамидки, они такие остренькие, поэтому огонь жжет. Здесь какое-то предвосхищение психофизики Демокрита. Демокрит считал, что разные вкусовые ощущения во рту, они производятся атомами разных форм, поэтому атомы кругленькие, шарики такие хорошие, они воспринимаются как сладкое, а атомы крючковатые, колючие, с острыми углами, они воспринимаются как кислые, соленые и так далее. Так вот, на что я хочу сейчас обратить ваше внимание. Действительно, до Эмпидокла именно теории ни к чему не сводимых четырех стихий, как элементов, мы не знаем, источников нет. Но на основании этого делается часто совершенно неправильный вывод, что самой четверки вот этих стихий тоже как бы такой формы, такой идеи не существовало. Ничего подобного. Вот это уже четыре элемента, так называемые, не как Менделеевские элементы, а как основные массы, из которых состоит космос. То, что Лукреция называла максимум мембра мунди, крупнейшие члены мира. То, что если мир — это мировое тело, и вот анатомия, как бы анатомия этого космического тела обнаруживает четыре мембра. Вот эта теория стихий как космических масс, причем, скорее всего, представлявшаяся именно как четыре концентрические сферы, она очень древняя, я думаю, она восходит к Ноксимандру. Вот. И не я один думаю так, потому что доксография Ипполита сохранилась, когда он излагает физическую теорию, космологическую и космогонию Ноксимандра, он употребляет там удивительное словосочетание, которое нигде больше не встречается и которое поэтому, скорее всего, является дословной цитатой. Там говорится, что преобразование нашего космоса из бесконечной природы, которая представляет собой в газообразном состоянии смесь всех простых существ в виде семян, образовались и порождаются, как говорится по-гречески, бесчисленные, то есть бесконечные по числу ураной небосводы и находящиеся в них космосы. Это удивительное словосочетание, которое нигде больше не встречается и в стандартном греческом языке, и в стандартной доксографии, конечно, оно выглядит удивительно. Оно очень интересное, конечно, оно абсолютно аутентичное, дословная цитата, потому что само понятие доксография дильсовская, оно очень условное. Среди так называемой доксографии мы нередко находим настоящие цитаты, фрагменты или частичные цитаты. Вот это показательный случай. Есть разные толкования, прилагались этого выражения. Я думаю, что на верном пути была немецкая исследовательница Юла Кершенштайнер, которой в 1962 году опубликована ее монография «Космос. Исследование ранней истории слова», где она совершенно правильно это истолковала, как ураной. Дело в том, что в архаическом языке VI века «ураной» во множественном числе означало то, что в более позднем языке называлось «космой». То есть это как раз миры. Миры в бесконечном пространстве, бесчисленные «а» первой «ураной», небосводы, в которых находится некоторый «космой». И вот в чем особенность этого словопотребления. Слово «уранос» там означает не небо, а мировые такие небосводы, рассеянные в бесконечном пространстве. То есть планетные системы по существу с небом, крайней твердой оболочкой. И с другой стороны, слово «космой» тоже имеет необычное значение. Оно не может означать миры, потому что каждый такой «уранос» содержит в себе несколько космий. Здесь «космос» означает некие ряды, упорядоченные ряды или слои, устроенные, и, конечно, скорее всего, это концентрические сферы. То есть в результате космогонического вихря, как пузыри в бесконечном океане, у «Аноксимандры» возникают планетные системы, подобные нашей. Но только в центре каждой находится Земля, сфера, потом концентрическая с ней сфера воды, дальше идет сфера воздуха и последняя – сфера огня. И уже Гераклиту, несомненно, это было хорошо известно. Для Гераклита засвидетельствована в нескольких фрагментах. Один – это B30, B31, другой – это фрагменты о превращении четырех стихий. Фрагмент B31, конечно, он абсолютно аутентичный. И там фигурирует четыре стихии. Там фигурирует пюр, огонь фалоса – море, дальше идет престер, который означает именно бурный такой штормовой ветер, но в данном случае он как метанимический означает элемент воздуха. И последняя – Земля. Вот именно вы видите, какое пагубное воздействие могут оказывать ложные представления. Например, миф о том, что до Эмпидокла никто не мог говорить о четырех стихиях. Говорили очень даже хорошо, но просто никто не имел в виду, что они являются несводимыми элементами. Потому что у Гераклита эти четыре стихии, они непрерывно превращаются одна в другую. Есть циклический круговорот этих стихий. Поэтому они, собственно, стойхея, самотождественными такими элементами, как у Эмпидокла, они у Гераклита не являются. И, между прочим, аристотельская теория стойхея, она, конечно, ближе к гераклитовской. В науке идут бесконечные споры о том, была ли у Аристотеля так называемая первая материя Прот и Хюлия. Но, конечно, судя по всему, была. Поэтому так называемые четыре стихии это просто разные формы превращения. В механистической физике типа Анаксимандра, Анаксагора, Архелая, дальше, кто еще? Ну, Демокрит Левкипа никогда не существовало. Это псевдоним Демокрита, который он использовал во время своего визита в Афины на рубеже 30-х, 20-х годов, опасаясь преследования со стороны таких ревнителей благочестия за его великий мирострой Мегас Диагусмус, который тогда уже видно появляются первые следы какие-то рефлексы этого Демокритского трактата. Ну и дальше все эпикулиции. Это все традиция механистической физики, которая особенно с большой неприязнью вот именно эта традиция воспринималась другим лагерем, то есть телеологами, тем, кто верил в божественный ум, и божественные силы, как Наксагор, Эмпидокл, и потом Платоны, Аристотель, Стоики, Пифагорейцы, вплоть до неоплатоников. Это все была телеологическая школа космологии и физики, которая, на мой взгляд, восходит к Пифагору. В современной литературе так обычно не говорится в силу господствовавшего уже там в течение, я не знаю, полутора столетий, ну, больше ста лет, гиперкритицизма, а именно отрицание исторического значения Пифагора благодаря трудам, особенно Буркерта, и в результате неправильной натуралистической интерпретации даже бутерболистической пифагорейских начал, которые являются математическими эссенциями, сущностями, предел беспредельно, а вовсе не телами. Потому что, если бы они являлись телами, Аристотель бы никогда не опровергал эту теорию. Аристотель не мог полемизировать с фантомом, который он сам придумал. Вот такие гиперкритические взгляды, они отличаются, на мой взгляд, каким-то высокомерием. То есть считается, что Аристотель был настолько глуп, что он просто не понимал, с чем он имеет дело. И он вот такого рода так изображает эту картину, например, петербургский историк науки Леонид Жгунтик, который считает всю математическую метафизику выдумкой или проекцией якобы пифагорейских аристотельских каких-то или неправильное понимание аристотельских текстов. Все это, знаете, во-первых, это не новая гипотеза, это был такой Эрик Франк, который еще в 30-е годы пытался доказывать, что в пифагорейской метафизике учения о числах как в никаких сущностях никогда не существовало, что это все проекции платонических. все это было много, много раз опровергнуто, тем не менее, опять вернулось. Вот. И, ну, я подробно разбираю всю эту тему и показываю несостоятельность этих взглядов в моей работе идеализм, ментализм в ранней греческой философии и науке, которая доступна на моей странице. Ну, возвращаясь сейчас к этому разбору, разбору истории вот этого, этого представления о четырех стихиях или четырех элементах в связи с их аллегорическими интерпретациями, да, с которыми вот мы сейчас имеем с вами с вами дело в платоновском кротиле. Так, несомненно, что четыре стихии были у Гераклита, но и они представлялись вполне антропоморфно. Они, возможно, их имена даже надо писать за главной буквы, потому что они изображаются как главные деятели космической войны с циклическим периодическим наступлением и отступлением, и там воюют две пары противоположностей. Сухое воюет, то есть земля воюет с Таласом, с морем, сухое воюет с лажным, и холодное, холодный вот этот ветер Престер воюет с горячим, с горячим небесным огнем. И вот это, но эта война идет по строгим правилам, и они совершенно регулярно как-то сменяются на наступление и отступление, победа и поражение, которое называется тропой, повороты. И так конструируется у Гераклита и астрономический год, смена времен года, и суточный цикл, и большой цикл Мегас и Неофтос. Великий год, то есть это время жизни космического бога, которое длится по одним источникам 18 тысяч лет, по другим 10 тысяч 800 лет. и так Гераклит в рамках вот этих представлений своих, он, поймите, что здесь происходило, слово «аэр» стало общепринятым, более-менее стандартным термином для обозначения элементов воздуха где-то в последние четверти пятого века до нашей эры. где-то ко времени диогена Аполлонийского, где-то там, в любом случае во второй половине пятого века. До этого вообще воздух именно как вот такое вещество, а именно не как конкретное проявление его, как ветер и так далее, что существовало с незапамятных времен. но похоже, что именно, именно, по крайней мере, само название «аэр», слово «аэр», оно было закреплено за тем, что нас окружает и чем мы дышим, аноксименом. Аноксимен, фрагмент аноксимена В2 – это первый текст, в котором воздух называется «воздухом», «аэр». Этот текст аноксимена говорит, он сравнивает микрокозм с макрокозмом, «человеческое тело» с космосом. И это такой аргумент по аналогии. Он говорит о том, что подобно тому, как душа наша, будучи воздухом, «аэр», «уса», «сюнкратэйхэмас» держит нас вместе, то есть не дает нашему телу распасться. Она объединяет все части тела в такое единое целое, «так и весь мир», «колон том космон» объемлет, объемлет со всех сторон «аэркой пневма» «воздух» и «пневма» в данном случае означает «ветер» в ранних текстах, «пневма», кстати, в метеорологии означает совсем греческий ранний «недух», а именно дуновение «порыв ветра», «сильный ветер», «пневма», «пневма». И вот тот факт, что было также немало поломано копий, подлинный ли это фрагмент Максимена или это дексографическая парафраза. Я думаю, что он в целом подлинный. Может быть, он чуть-чуть там где-то парафразирован, но в целом подлинный. Почему? Потому что на позднем языке не было никакой нужды использовать фигуру «кендиадис». То есть одно понятие через два слова выражать. Потому что на позднем языке «аэр» и так означает «воздух», не надо было добавлять «кайпневма». Дело в том, что в архаическом языке, в греческом, в поэтическом, у Гомера, «аэр» означало «туман» или «дымку». Вот. «Аэр» – это то, что делает богов, например, на Олимпе невидимым. Если они хотят скрыться от смертных, они окутываются в этот «аэр» и их не видно. Понимаете? По поводу этимологии слово «аэр» разное, есть мнение, но, по-видимому, и древняя этимология в данном случае может быть верный. Потому что «аэр» связан с «аэру» вздымать. Это как бы вздымка изначально, а потом уже означает невидимый элемент воздуха. Я думаю, что воздух, именно как активный такой элемент, называемый именно этим «ипнем», был открыт в Милете по очень простой причине. ему и надо, и должен был быть открыт. Почему? Потому что Милет был как бы морской державой, торговой морской державой с огромным флотом. И они, что такое, как действует ветер, надувая паруса, хотя паруса, конечно, существовали с эпохи бронзового века. Ну, и второй источник, это, конечно, я думаю, кузнечное дело и кузнечный мех, где было совершенно очевидно, что вот это некое тело, это не просто какой-то ветерок, но это некое вещество, которое определенным образом реагирует на сжатие кузнечного меха. Поэтому Энексимандр поэтому неспроста сравнивал вот эти обдушины. По его представлению, солнце это такое колесо с обдушиной, которое извергает пламя, как из сопла кузнечного меха, оспердиапрестерос авлу. Вот. Так, значит, что произошло, что произошло дальше? Что произошло дальше? Именно Гераклит, я думаю, впервые дал систематическую аллегорическую интерпретацию, традиционных гомеровских богов в рамках вот этой старинной вражды между философией и поэзией, о которой нам говорит Платон в 10-ой книге «Государство». Платон любит обходить острые углы, когда речь заходит, понимаете, непосредственно о том, какие боги есть, какие боги, каких богов нет. И я думаю, что вообще в греческой философии, особенно в раннюю эпоху, вплоть до Платона, вплоть до Платона и дальше, не только, философы нередко прибегали к крипто-теологическому языку, к крипто-теологическому языку, потому что, как невелика была бы свобода слова вообще в греческом мире по сравнению с такими автократическими ориентальными государствами. Хотя автократии существовали, конечно, и в греческом мире, называли тираниями, существовали монархии, но по сравнению с демократическими полисами, где свобода слова всегда была больше всего. Тем не менее, практически в каждом греческом полисе, в законодательстве, в законах могла иметься статья о нечестии. Ну, это всякого рода преступления, связанные с религиозной сферой. Сюда относилось сквернение святынь. Конечно, прежде всего, это всегда было страшное преступление. И с другой стороны, поймите, конечно, в чем заключалась свобода. Свобода заключалась в том, что почитать богов, заключалась в том, чтобы участвовать в праздниках, ритуалах, которые по существу были хорошим, веселым времяпровождением. Это уже такой греческий главный ритуал, греческая Евхаристия, так сказать. Это поджаривание мяса на алтаре, это община, совместный обед всей общины с песнями, хороводами, плясками. Это всегда не нравилось греческим философам-моралистам. Им больше нравилось, поэтому некоторые ориентальные религии, им нравился больше зороастризм, где четко говорилось, есть добро, есть зло, есть силы добра, царь, поклоняющийся вместе с ним Ахури-Масте, вот они сыны света, а другие сыны тьмы, и все было ясно, понятно. Консервативным мыслитиям политическим нравились такие ориентальные религии, дуалистические. Особо в Египте находили этот дуализм моралистический, и в Иране. Я не вхожу сейчас, я не говорю вам, что так действительно было там в Египте или Иране, это вы спросите египтологов этих, я говорю, как это воспринималось в среде греческих философов. В Платоновской академии был чуть ли не культ зороастра, то есть мифического легендарного основателя зороастризма иранской религии. И существовали самые фантастические представления о древности зороастра. Ну, вы знаете, когда речь заходит о религиозной философии, о религии, то чем древнее какое-то учение, тем оно авторитетнее, тем его больше уважают. Поэтому, поскольку зороастра, как мы знаем из ранних источников, типа Ксанфо, Ледиско и и так далее, зороастра жил за 6 тысяч лет до Платона. Понимаете, поэтому, конечно, его доктрина противостояния Армузда и Аримана, Бога света и Бога тьмы, и она считалась более авторитетной, более древней и более авторитетной, чем гомеровские выдумки, которые были всего несколько столетий назад. Так что произошло дальше с этими стихиями? Гераклит в контексте гераклитовского пантеизма части космоса, они стали, конечно, они тоже стали божественными. Поскольку космос обожествлялся, эти стихии стали божествами. И гераклит создал такую натуралистическую, натуральную, natural theology, натуральную теологию и пантеистическую традицию, в которой слово «боги» не отсылало к гомеровским богам антропоморфам, а отсылало именно, прежде всего, к этим стихиям, к звездам, солнце, вне космосу, огню. Но, как я неоднократно подчеркиваю, как я вам еще раз это повторю, греческий философский пантеизм не был единообразным, понимаете. Существовало две формы пантеизма, и они могли даже приходить, конфликтовать друг с другом. Это очень важно, потому что непонимание этого привело к фантастическому, совершенно неверному прочтению папируса из Дервенина, который выглядит, который считали памятником религиозной мысли. Поскольку там все боги, традиционные боги греческой мифологии, столковывались именно как вот эти стихии, при всем как воздух. Ну, все воздух у иеронийского автора, и Зевс – это воздух, и Мойра – воздух, и Гера, и все боги – это, в общем, формы воздуха. Это, конечно, это вам пример пантеизма натуралистического, нерелигиозного. И противоположен ему пантеизм религиозно-нравственный, который мы находим в арфической Теогонии, где отождествление космоса с Зевсом имеет нравственные религиозные последствия, потому что там оно связано с догматом о вездесущности Бога, который все видит, слышит, и от которого скрыться невозможно. Как говорит фрагмент Ксенофана, он видит и он слышит, вот этот новый бог Пифагора, он все слышит через скалы и по земле, в пространстве он все слышит, и он слышит, и он понимает, какая мысль таится в сердце человека. Вот если эта мысль нехорошая, злая, он все видит, все слышит. Впрочем, подобного рода представление о такой вездесущей мудрости Бога Ксенофан приписывает и Сократу. Понимаете, что тут есть огромные разницы между двумя этими типами пантеизма. Гераклит, вообще говоря, философия Гераклита имела религиозно-нравственное измерение, совершенно несомненно. Это не был натуралистический пантеизм. Но поскольку внешне он может проходить, то иногда даже на то, что говорит дарвинистский автор, это легко спутать. Вы скажете, о какой критерии, как различать религиозно-нравственный пантеизм и натуралистический? Кстати, и в молитве известной в славянском Боряде, «Ты иже везде сый и вся наполняет», говорится о Боге, да? «И вся наполняет». «Хо пантаху он, кай панта аплерон» в молитве. «Ты, который везде сущ, пантаху он, и все наполняешь панта аплерон». Конечно, это рефлекс стоического представления о Боге, который диекий, который пронизывает всю Вселенную, он проходит через всю Вселенную. А это идея стоиков, а все пронизывают, которые потом, видите, перешла через отцов церкви и так далее, она перешла дальше. И она восходит к Гераклиту. Он, Бог наполняет все. Отсюда и вот эта комическая сценка в анекдоте, которую рассказывает Аристотель, которая, может быть, происходит из комедии, может быть, еще где-то, где Гераклит греется у печки, и посетители останавливаются, Арабев, потому что Басилев, был именитый человек, сидит на кухне и смотрит на огонь. И они остановились в смущении. К тому же кухня, вы знаете, не полагалось, конечно, Басилевсу встречать гостей на кухне греться. Поэтому, очевидно, это было солью этого анекдота, потому что Гераклит их приобрел. Он сказал им, «Ничего, входите!» Он повелел им входить, видимо, указывая перстом на огонь в пылающей печке, и сказал, «Эй, найгар каэнтафта феус!» И тут тоже есть боги. Сколько бог пантеистический, он везде, он и в печке, он и горит в огне. И к тому, что тут, возможно, была аллюзия на вечно живой огонь Гераклита. Ну, тут это подно, как анекдот, но я думаю, Гераклит без всякого смеха к этому относился. И вот здесь, возвращаясь к потомскому кротилу, Аид, к чему подводит нас этот экскурс? Этимология Аида, как невидимое отождествление его с воздухом. Это есть у Гераклита. Гераклит в одном фрагменте говорит о душах, которые обоняют в Аиде. Причем из контекста Плутарха видно, что это происходит все в подлунном воздухе. То есть Гераклит, очевидно, разделял пифагорейское представление, что Аид находится не под землей, а Аид – это подлунное пространство. Вот, друзья мои, очень важное различие, очень важное различие, фундаментальной важности между характером космологии западной греческой, пифагорейской, потом платоновской космологии, и аристотелевской. Потому что космология Аристотеля вырастает, она, конечно, как всегда есть смесь ионийских, и итальянских учений, но фундаментальные как бы основы, они западные. Единый гармонический мир с божественным умом и так далее. Это западная космология, это западная метафизика, это не восток греческий, это не иония с ее бесконечной вселенной, вихрены и так далее. Так вот, что произошло, друзья мои, когда произошла научная революция в Милете, одним из скандальных последствий для религии и морали оказалось то, что подземное царство вообще непонятно куда делось, потому что Земля, как говорит Архелай, находится в центре вселенной, цитирую, являясь практически ничем. Земля – это великая гея, всеобщая матерь, из которой все порождает, основа асфалес хедос. Это надежная основа, на которой сидит все, вот эта мать гея. Оказывается, она просто точка. В ионистской космологии, новой, просто точка. И хтонические глубины, в которых мифопоэтическое сознание помещало загробный мир, оно непонятно где теперь. Понимаете? Конечно, для простых людей, их вот такой простой верой в традиционно греческих богов, это все было немножко странно. Так же, как было странно, невероятное совершенно учение Анаксимандра о том, что существуют антиподы, что есть оборотная сторона Земли, и там люди ходят вверх ногами. Все засвидетельствовало, в источниках антиподес. И точно так же, но не менее скандальным было по существу исчезновение неба. Понимаете? Потому что я вам уже говорил, греческой основой и греческой традиционной религии, народной религии и всякой архаической традиционной религии является противопоставление земного и небесного. Боги обитают в особом пространстве, обычно вот там наверху, и молятся, обращаясь туда. А люди грешные, они обитают вот на этой грешной земле. Понимаете? Это фундаментально. Жизнь земная и жизнь небесная. Это вечное вот это противопоставление. Научная революция в Милете упразднила ее, потому что ионийцы учили, что Луна, что Данна Ксиматовича, что Солнце. Солнце – это просто дыра в каком-то огненном колесе, окутанном туманом, откуда изрыгается огонь, который вращается под действием космического вихря. Вообще такая в некотором смысле паровая машина в каком-то смысле у Анаксимандра. Я даже задумывался иногда, не предвосхитил ли Анаксимандр открытие парового двигателя. Потому что, если подумать, светила и Луна, и Солнце у Анаксимандра. Они мыслились как такие трубы из плотного аэра. Вот Анаксимандр еще употреблял слово аэр в гомеровском смысле, как темный, плотный туман или воздух, но наполненный огнем. И вот это колесо вращается вокруг Земли. И оно вращается, при этом Солнце уходит вниз под землю. Потому что ни один грек до середины VI века не мог себе даже вообразить и представить, что Солнце у поэтов летит в своей чудесной квадрике с этими лошадками, гелиосами. Он садится на западе, пересаживается из колесницы в лодочку с кафе. И эта лодочка за ночь с запада на восток приносит его, и там он опять пересаживается в колесницу, летит. Вот это было поэтическое объяснение того, что происходит в Солнце, куда она садится и что там. Анаксимандр впервые выдвинул дерзкую гипотезу о том, что оно вращается, это колесо, которое вращается. Поэтому с той стороны есть точно, поскольку Земля есть плоский диск, напоминающий по форме барабан каменной колонны, с выемкой посередине. А выемка, очевидно, наполнена водой. Это море, вокруг которого мы живем. Так, вот, и как, поскольку пифагорейская философия, она во многом была все-таки религиозно-нравственной философией, она никак не могла обойтись без ада и рая. Это было необходимо, это всегда был как бы фундамент. В религиозной философии религия является всегда основанием нравственности. И у Платона, друзья, это так. Поэтому существовала просто пропасть между вот этими традиционными взглядами и новыми взглядами людей, тех же ионийских софистов. разные типы этических систем на самом деле соответствовали разным метафизическим парадигмам и разным представлениям, общим представлениям о мире. Это не принимали в расчет те, кто выдвинули тезис о том, что якобы вся греческая античная этика была этикой добродетели. Этика добродетели была только одна традиция Сократа, Платона, Аристотелевская, а помимо нее существовала огромная другая традиция, которая шла, ну, к сожалению, мы ничего об этике ранних ионийцев 6 века ничего не знаем, но софисты, греческие софисты в 5 веке, которые были наследниками ионийского мировоззрения, они все отвергали этику добродетеля или они понимали добродетель просто как некое совершенство в достижении там у софистов успеха в практических делах, в политике, в бизнесе, если хотите, в чем угодно. Это вовсе не добродетель, это вовсе не божественный дар, как у пифагорейцев у Платона, свыше, отсюда платоновская идея этого метафизического добра, этого ничего всего не было, потому что эпоху софистов всякое знание стало человеческим. Это провозгласил Протагор. Человек есть мера всех вещей. И Платон всю жизнь полемизировал с этим тезисом и потом под конец жизни в законах опять повторил, опять повторил, что мерой всех вещей является не человек, а Бог. Ук антропос алафеос. Так что я вам хочу сказать? Метафизическая и натуралистическая этика. Теперь какое-то все имеет сейчас отношение к кратилу и вот к этим этимологиям божественных имен. Мы видим, что здесь постоянно проводится вот эта тема гераклитизма и гераклитского потока. Древние люди или древние когда он Метеорологунтес говорил, Платон размышляющий о небесных явлениях. И то, что он говорит, вот мы увидим сейчас ниже, друзья мои, это почти цитата из древнийского папируса. Почти цитата. А именно, что кто-то из древних установителей имен придумал имя Гера и Гера и Крюптоминус, как там написано, мы сейчас увидим. Он скрыл это. Он скрыл это от толпы, но он зашифровал в этом имени слово воздух. Потому что если часто произносить имя Гера, Гера и там выступает слово АР. Такая экспериментальная этимология. Много раз повторять одно и то же имя и вот там выскакивает его истинный смысл. Гера это АР. Значит, вот это натуралистическая этимологизация, она все время здесь соединяется с темой движения Фереста и все несется, все течет. То есть постоянно напоминается о том, что древние люди, они были, так сказать, стихийными гераклитовцами. Они были стихийными гераклитовцами. И поэтому когда они говорили о богах, они имели в виду вот это все. Друзья мои, здесь на самом деле конечно скрытая такая есть полемика, попросту говоря, критика традиционной греческой мифопоэтической религии. И в действительности она, хотя удивительным образом это как бы приписывается, то есть современные читатели воспринимают это как гераклитизм. Но дело в том, что сам гераклит тоже очевидно думал примерно так же. Гераклит не был бужу по сии не атеистом, как его изображали советские марксисты, которые находили у него диалектику материализм и якобы атеизм. Меня всегда поражало в советское время, такая книжечка золотистого цвета издана, материалисты Дынник издал. Дынник был такой очень как бы влиятельный догматик, такой догматический специалист по античной философии. Он был человек не без образованности, окончал гимназию, делал свои переводы в английских текстах, что-то он такое знал. Так в одной книжке объединялись, я помню эту книгу, материалисты древней Греции Гераклит, Демокрит и Пику. Знаете, это вот собрали, это гремучая смесь Гераклит, Демокрит и Пику, потому что Гераклит был действительно богослов. Вообще говоря, он был жрец, вполне возможно, он был жрецом, он заведовал мистериями Деметра Левсинской, об этом говорит достоверный источник Пстрабон, но он понимал как бы весь этот язык традиционный, он понимал его как детские игрушки, потому что он был намного более глубокий религиозный мыслитель, и он, как и большинство греческих философов, отвергая поэтическую мифологию, религию, он хотел сделать религию действительно основой нравственности, чтобы она учила добру, и кроме того, еще в своем случае он своим строгим монотеизмом гераклит преследовал и политические цели, именно создание федерального греческого государства, потому что он прекрасно понимал, что разнообразие культов, каждый греческий полис поклонялся своему богу пограбителю, в общем, оно препятствовало, и он считал это причиной страшных поражений, которые греки понесли во второй половине шестого века, начиная с завоевания Ионии, начиная с завоевания Ионии, когда иногда целые города, как Фокея, садились на корабли и уплывали в Италию искать счастье, они оставляли свой город. Это удивительная история фокейцев у Геродота, просто какой-то приключенческий триллер, фокейцы перед угрозой, угрозой персидского нашествия, они не хотели быть рабами, и они решили эмигрировать всем городом, просто переселиться, переселиться, некоторые там предлагали в Сардинию, ну, короче говоря, в Южную Италию, в конце концов, они достигли там Брутия, и там их встретили силы, которые никак не хотели, чтобы они там поселялись, поэтому в конце концов, они основали колонию в Элее, то есть в самой Элее, где родился, возможно, это произошло около 540 года, возможно, какая-то пара супрульско-беженцев привезла туда младенца Пармендика, который только что родился в это время, и поэтому он вырос в городе Элее, основанной беженцем из Факеи. Так удивительную историю рассказывает Гералут, чтобы предотвратить, чтобы решение об эмиграции было, коллективной эмиграции, было абсолютно окончательным, не подлежащим пересмотру, чтобы не было никакой тоски по родине, чтобы все это забыть и начать с нуля, они что сделали? Это было такое магическое действие, как бы скрепляющее клятву. Они выбросили в море, поклявшись оставить родину навсегда, основать новую и никогда больше не возвращаться, что этого никогда не произойдет. Все это сопровождалось таким магическим ритуалом. они бросили в море мюдрос. Мюдры это железные клыбы. Дело в том, что в древности железо было известное уже со второго тысячелетия, с конца второго тысячелетия, конечно, в классической эпохе это было, конечно, дешевым, один, чуть не самый дешевый там, его производили всюду. Но в древности технология не позволяла достичь температуры плавлений железа. Представьте себе, что железо вообще в Европе никто не мог расплавлять, делать жидким где-то до середины 19 века. Можно сказать, вчера технология достигла этого. Поэтому в древности могли работать только с кованым железом. Его могли разогревать. Температура плавления железа где-то полторы тысячи градусов. Я говорю примерно. Ну, около того. А древние могли достигать в своих печах только температуры 900 или около тысячи. То есть бронзу могли расплавлять, но железа не могли. Поэтому когда получали вот это железо, чугун, который назывался мюдр, это были такие огромные, ну, может быть, не совсем огромные, но по греческим понятиям это была какая-то неподъемная тяжесть. Поэтому когда вот эти мюдры их выбросили, не помню, сейчас, не знаю, сколько их было, но там множественное число, в море, поклявшись, поклявшись, что они вернутся, смогут вернуться на родину только тогда, когда вот эти глыбы железа выпрыгнут из воды. Понимаете, поскольку это абсолютно невозможно, это никогда не произойдет, вот и они никогда не вернутся в Факе, который они потеряли навсегда. Вообще, конечно, трагическая история, потом она повторилась в 20 веке во время в Греции, во время малазийской катастрофы 22-23 года, когда греческая армия, воодушевленная идеей реставрации византийской Иберии, так, получив во время Балканских войн в начале 20 века, удвоив свои теории, благодаря гениальности Венизоваса, который поставил на Антанту, на Европу, но некоторым это показалось мало, решили, надо пойти еще, пойти уже на Анкару, то есть, и вот тут они, конечно, появился Кемаль, появилось все это сопротивление, которое закончилось разгромом армии, отступающая греческая армия, с ней ушел миллион греков, миллион греков в 23-м году, все это страшные погромы, убийства, смирно, пусто, то есть, греческие города, Малой Азии, в которых греки жили не столетиями, а тысячелетиями, по крайней мере, три тысячи лет, они их потеряли навсегда. это был настоящий геноцид, настоящий геноцид. Все геноциды ужасны, нельзя сказать, что один геноцид, он лучше другого геноцида, и геноцид евреев ужасен, и армян, но про греческий геноцид почему-то часто забывают, между тем, в этом промежутке между Первой мировой войной и 23-м годом, по разным оценкам, погибло, там до полутора было убито, до миллиона, полутора миллионов человек, вот в Малой Азии, в Анатолии, в нынешней Турции, особенно в области Понта, вот, и это был геноцид, в кавычках, успешный, в том смысле, что он достиг своих целей, цель была искоренить вообще греческое население на территории Турции, и она была достигнута, все эти города погибли навсегда. Мои предки со стороны матери, Асима Копулос, моя мать была англичанка, из Константинополя, в 30-е годы приехала вместе с дедом, который был революционером, приехал строить социализм, и светлое было еще в Москве. В 29-м году турки сожгли их дом в Стамбуле, вот, и потом эмигрировали. Ну, его преследовали еще политические взгляды, конечно, левые. Вот, вот это была страшная трагедия. Я почему сейчас вспомнил, что греки сейчас называют вот эти утраченные свои родины, они их называют хаменес патридес, утраченные родины. И вот видите, похожая история была в середине VI века с персидской агрессией. Это тоже были утраченные родины. Факейцы всегда утратили свою родину, выбросив эти неподъемные наковальни. Вот, но жизнь, жизнь продолжалась. И я думаю, что именно трагическая атмосфера вот той эпохи, второй половины VI века, это мой взгляд, это моя теория, я не верю, что вы ее встретите. По крайней мере, она никак не является какой-то общепринятой. Я думаю, что появление как раз в эту эпоху таких пессимистических, даже гностических философий, как орфизм и тот же пифагоризм, которые считали человеческую жизнь, человеческое тело злом, и тело вообще злом, а земную жизнь страданием. Я думаю, что это связано, конечно, с эпохой. Этого не было ничего подобного, конечно, мы не находим, у греков ничего подобного не было до шестого века раньше. На основании источников у Гомера, конечно, другой взгляд на эти вещи. Вообще Аид не пользовался большой популярностью в греческой религии, о нем подземное царство, они ничего хорошего там не ожидали, в отличие. Хорошие новости были из Египта, потому что в Египте существовали эсхатологические учения о вечном блаженстве и так далее. У греков были какие-то отдельные такие проблески и представления в поэзии о островах блаженных, но это было для избранных. Просто их можно было по пальцам пересчитать. Кроме того, это не был в сущности мир иной. Это были очень дальние какие-то блаженные счастливые острова. Кстати, пифагорейцы перенесли острова блаженных на небо. Вот это, возвращаясь к нашей теме, как справились пифагорейцы с тем, что вот с результатами научной революции в Милете, в которой различие между небом и землей как бы колебалось или вообще исчезло. У пифагорейцев не исчезло. А как они это спасли? Они сказали, что Аид никуда не делся. Мы живем в нем. Мы живем в подлунном мире, в котором есть удоль страдания, зла и реинкарнации. И улетают в острова блаженных. Есть две интересные августа пифагорейские. «Ти естин и Макарон Несун». Что такое острова блаженных? И ответ был «Хейлиос Кайселен». Одна версия. Солнце и Луна. То есть счастливые души праведников улетают туда в область Солнца и Луны. Кроме того, было другое представление. Другая версия была, что они улетают в Млечный Путь души умерших. Это очень красочно описывается, вот это космическое путешествие со вкусом, с деталями. Прекрасно это иногда, как кажется, с легким юмором, может быть, описывается у Блутарха в замечательном его трактате о лице наблюдаемом на диске Луны. Интересной параллелью, вы знаете, являются орфические вот эти золотые пластинки, которые вкладывали в гробы, которые археологи нашли уже немало, немало, прямо от Италии до Итальной Греции до Крита. На Крите больше всего, кстати, их нашли вокруг Идейской пещеры в этом регионе. Так что тут явно был какой-то один из центров распространения таких идей. Я в своей работе о происхождении теории бессмертия души и реинкарнации связываюсь с Эпименидом Критским. Эпименид Критский удивительная совершенно фигура потрясающе интересная который оказался в тени благодаря гиперкритицизму Гильса и других филологов 19 века которые объявили поддельную его Теогонию и я доказываю в своей работе ее подлинность. Нет никаких оснований сомневаться в подлинности тех фрагментов Теогонии сохранилось. И один из этих фрагментов Эпименида описывает прежние жизни рассказывает кем он был раньше потомок Луны Эпименид и потом душа его вселилась в немейского льва который судя по всему упал с Луны на землю и когда Геракл задушил этого льва Зверину как там говорится душа его освободилась вселилась в Иака в прародителя северных царей он помнил как Пифагор помнил прежние жизни так и применит так что я вам сейчас хочу сказать по поводу этимологии Аида Аид оказался тем местом где мы живем и Гераклит мы видим это одно из пифагорийских элементов у Гераклита у Гераклита очень много пифагорийских элементов были когда-то еще даже не сто лет назад писались какие-то работы об орфизме Гераклита вот с этим я бы поспорил потому что никакого древнего орфизма я думаю никогда не существовало так это не Андрей Лебедев так думали Аристотель Геродот Павсан и еще многие разные источники в древности орфейных поэм верили некоторые посвященные и вот поэтому с воздухом вот мы видим как обстоит дело Аид Аид превратился превратился в воздух Аидес но здесь как видим почему-то Платону это то ли не понравилось то ли он решил что это не очень не очень благочестивая может быть этимология поэтому ведь Сократ Сократ говорит что намного намного лучше этимология которая производит его вот и знать от того от многознающего который он знает он знает и он мудрый вообще мы видим что-то Аид оказывается и софистом и философом и мудрым потому что он знает как удерживать людей и так далее вот в ранее аллегорической вот философской теологии вы видите Аид стал воздухом Аполлон друзья мои стал солнцем в науке раньше нередко встречались такие представления что якобы отождествление Аполлона с солнцем это что-то позднее эллинистическое и там даже вообще поздние античные эпохи там связанные с метроизмом и с культом солнца с Оли Эдриктус и все эти культы это глубоко неверно глубоко неверно это очень рано не в народе конечно но у философов отождествление отождествление Аполлона с солнцем оно было очень распространено и оно было и на востоке у Гераклита оно было на западе мы видим его тут в платоновском каратиле вообще несомненно оно было в пифагорейской традиции и с этим отождествлением солнца Аполлона с солнцем связана очень важная такая концептуальная метафора символ пифагорейского который нередко выступает вот так в такой формулировке невидимое солнце правды невидимое солнце правды удивительно влиятельная метафора я думаю что она лежит в основе платоновской аллегории пещеры и солнца государства аллегория солнца конечно я думаю тут платон опирается именно на пифагорейское представление о том что помимо чувственного солнца того солнца которое всходит и заходит существует некое невидимое солнце постигаемого мира и это солнце справедливости Дикес и я доказываю в своей работе Пармениде что первая часть поэмы Парменида не является каким-то умствованием метафизическим некой сферической массе плотной материи как это со времен Барнета любят говорить является основой этот весь текст Аллетеи Парменида описывает нового философского бога Пифагора а именно основан на концептуальной метафоре незримого солнца правды во-первых эта идея засвидетельствована дословно в текстах Гераклита Гераклита говорит как можно укрыться от того света от того солнца которое никогда не заходит солнце правды никогда не заходит и Пифагорейский воин должен был всегда и когда он шел в бой он должен был видеть его перед собой вот это незримое солнце правды именно поэтому у Парменида вот эту сферу так называемого бытия Тувионта с того что есть это криптотеологический термин конечно для бога потому что у Пифагорейцев было запрещено все Пифагорейцев было правило у Пантапаси рета не все можно всем рассказывать и как раз то что казалось божественного теологической мудрости это категорически не подлежало разглашению по легенде но у которой возможно есть историческая основа скорее всего Эмпидокл который изначально вырос в Пифагорейской школе он был изгнан из нее за то что он разглашал Пифагорейские учения а даже в сохранившихся фрагментах Эмпидокла это видно как он разглашал Пифагорейские учения о реинкарнации о наказании и так далее и так далее и вообще говоря креационистские представления креационистские такой парой творцов у Эмпидокла является космическая любовь и ненависть Гераклит однозначно отождествлял Аполлона с Солнцем это свидетельствует целым комплексом источников который собран в моей монографии поэтому когда эти толкователи и исследователи Гераклита вроде Керка и Марковича они принимали за чистую монету вот это доксографическую доксографику доксографии эпохи ранней Римской империи Гераклиту приписывается учение о размере Солнца величиной ступню человеческую это все это конечно принимать за чистую монету смешно потому что подные фрагменты это вырвано из контекста это просто часть риторики Гераклитов который верховный правитель космоса он очень скромный поэтому всего не имеется в виду что он действительно имеется в виду что по сравнению с гигантскими массами земли моря и воздуха огонь он очень маленький но он самый умный поэтому самый умный должен управлять управляет космосом и самый умный который Гераклит называет Хейс Аристос один наилучший он должен управлять идеальным государством не исключено что Гераклит также мечтал о том сколько он был Басилевс когда-то это действительно был царский род что может быть он мог бы сыграть определенную роль в этом новосознанном ионийском федеральном государстве которое бы противостояла империя Хеминидов Персидская но очевидно что там что-то пошло не так что-то пошло не так при жизни Гераклита очевидно это не произошло я разбираю разные версии этого в своей книге но логика моих исследований и биографии Гераклита приводит к выводу что Гераклит был одним из идеологов ионийского восстания неудачного неудачного восстания что изгнание его друга Гермодора за который он советует своим согражданам пойти и всем повеситься потому что они никуда не годятся за то что они изгнали самого лучшего гражданина и так далее очень похоже на это и теперь другие боги Гермоген а что по поводу Деметры Геры Аполлона Афины Гефеста и Ареса и других богов что мы скажем по этому поводу как мы как мы объясним правильность их имен Сократ Деметра как мне кажется была так названа кататендосинтис эдодес потому что она даровательница еды как мать Деметра Деметр Деметр ну надо сказать что это редкий случай друзья мои когда античная этимология признается и некоторыми современными этимологами и Шантрен и другие этимологи понимают Деметр как сложение да ну изначально это было а да даматор она была а да это редкое очень слово архаическое для земли то есть это мать земля это конечно не связано с едой издавать как тут фантазирует Сократ это мать земля и вот этот же первый компонент да он по мнению тех же лингвистов присутствует в имени Посейдона Посейдон он Посейдаун Посейдаун то есть он супруг или владыка земли Посес и Посейдаун как бы то ни было Деметра Деметра это мать земля Херан де Эратетис Хосперун Легит Зевс А имя Гиры происходит от слова Эран любить она возлюбленная она вызывающая Эрос вызывающая любовь поскольку Зевс взял ее в жены Эрастейс влюбившись в Геру Да Дальше идет чудесный совершенно текст то что я вам говорил вероятно Иисус установитель имен древний установитель имен который Метеорологон который рассуждал о небесных явлениях он назвал Гирой воздух Аэра Херан Ономасен Эпиклиптобилус скрываясь поставив Эпиклиптобилус поставив начало в конец что он хочет сказать он хочет сказать что Хэра Хэра надо читать как бы наоборот и при этом переставляя Ро и Эту то есть Хэра читаем наоборот АР или АР якобы вот это принципы благочестивого этимологизирования в духе Эфтифрона одна буква упала другая пропала эту переставляем сюда читаем наоборот и все сходится Гера это воздух друзья мои обратите внимание на это он назвал это скрываясь то есть скрывая что-то это почти дословная цитата из дарвинистского папируса где говорится что имена имена богов установил Орфей который был мудрый человек существовал просвещенный философ и аноксагоровец как тут древние люди являются гераклитовцами в платонском кротили а в дарвинистском папирус они все аноксагоровцы древние так сейчас эпикрюптомерус да но там говорится в дарвинистском папирусе он это знал но он решил это скрыть то есть вот тут эпикрюптомерус это почти цитата почему а вот так вот так он скрыл возможно тут конечно есть влияние тут присутствует влияние таких теорий уже радикальных софистических теорий типа то что мы находим у Крити у Крити да в его драме Сизиф говорится о неком комсосе энерго говорится о неком хитроумном муже который правители очевидно который понял что держать народ в подчинении будет легче если внушить ему внушить ему то что бог видит и слышит все от него скрыться невозможно все равно и таким образом обмануть народ да вот в дервинийском папирусе зачем это делает зачем это делает причем согласно дервинийскому автору орфей обманул толпу обманул толпу которая поэтому не понимает что означают эти имена они стали неправильно понимать эти имена воображая какие-то фантастические существа человекообразные приписывать всякие свои страсти и так далее хотя это 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 все неверно согласно дервинийскому автору то есть софисту продику орфей выразил свою мудрость не только в мифах но и в ритуалах и в том что делается он тоже как бы зашифровал все это поэтому сам дервинийский автор выступает как такой реконструктор реконструктор древних этих представлений он знает как все это расшифровывать как понимать ритуал что за ним скрыто за ним тот же скрыт за ритуалами тот же самый анаксагоровский натурализм ну например там потому что эринии эринии это души души это воздух поэтому даже там эллифсинские мистерии они тоже связаны с почитанием воздуха ну и так далее и так далее и так далее то есть и в ритуале и в мифе всюду зашифрована вот эта мудрость знаете что удивительно друзья мои конечно это выглядит на первый взгляд островагантно довольно такие теории но они же совершенно всерьез были возрождены или развивались в 19 веке это натуромифологическая школа это Макс Мюллер вся греческая мифология римская мифология вся античная мифология боги и герои они все именно понимались как формы воздуха связывались с погодой очень много солярных это все формы солнца луны воздуха ветра землетрясения то есть все это просто учебник метеорологии была греческая мифология какие древние корни это имеет при этом это были серьезные ученые Макс Мюллер очень серьезный эндолог один из отцов эндологии научно-европейской перевел на английский язык панишады веды и много большой вклад внес в индоевропейскую лингвистику вот он развивал похожую теорию мифологии как болезнь языка первоначально имя Зевса означало сияющее небо потом поэты придумывали вот этого бородатого мужчина страшного с бородой вспомним и так далее мы видим что подобную теорию развивали греческие софисты с которыми в платоновском кратиле по существу и не полемизируют то есть Сократ он как бы следует вот этой методике вот в чем парадокс потом и поэтому некоторые исследователи считали что действительно Сократ стоит на позиции натурализма что имена существуют по природе и что все это приводит но мы же видим что постоянно во-первых постоянная ирония насмешка и какое-то жонглирование всеми этими модами Сократ он просто не может он сам над собой потрунивает он говорит что он одержим этой музой Эфтефрон он не может остановиться он от одной этимологии прыгает к другой эту забывает она это все неважно и я думаю что это все конечно это входит в план платоновский это в общем просто он хочет показать даже что само вот это безудержное этимологизирование оно само является отражением гераклицского потока потому что имена ложных богов ложных богов они относятся к феноменальному к текучему феноменальному миру не к миру идей вот и поэтому и голова этих людей дальше между прочим в каком-то пассаже мы дойдем на него он будет сравнивать вот этих натуралистов с людьми у которых кружится голова это очень остроумное место он оно является полемикой полемическим таким уколом сторонником космогонического вихря потому что у ионийцев мир создается космогоническим вихром и вся эта круговая продолжается вращение светил и вращение небосвода у ионийцев друзья мои оно и позиционировалось выдвигалось как доказательство посмотрите мы не фантазируем оно вертится оно кружится откуда оно взялось это вихрь вот этот вихрь он разделил первоначальную смесь и все это вышло для Платона конечно это было абсолютно неприемлемо как это было неприемлемо для Сократа и как это было неприемлемо для Аристотика Аристотик написал целый трактат о небе чтобы опровергнуть все эти натуралистические пользы опровергнуть бесконечную вселенную и опровергнуть вихрь и полемика началась уже с Гераклита фрагмент 126 Гераклита содержит такую язвитную полемику с Эннексимандром, что если бы, имею в виду, что если бы вначале были только тела и вот эти материальные начала, и никакого божественного ума не было, то мы бы, там не упоминается вихрь, но он подразумевается, мы бы видели сейчас не Калистос космос, не прекраснейший космос мы бы видели, а мы бы видели кучу мусора, рассыпанного как попало, а не Калистос космос, не прекраснейший космос с его расчисленными периодами регулярными, там сменой времен года и так далее, и так далее, ничего бы этого не было, была бы куча мусора, потому что когда Тифон или Ураган, когда он проходит через это место, вот этот смерч, остаются они развалены, груда мусора, больше ничего не остается. Вот так началась, друзья мои, одна из величайших, один из величайших споров вообще в истории идей, которому две с половиной тысячи лет, и он не кончается, он не кончается, этот спор продолжается, ну, Платон блестяще описал этот спор в своей гигантомахии, в притче о гигантомахии богов и гигантов о природе бытия, перитесусе, в своем диалоге софист. Это самая краткая, самая блестящая, самая гениальная история до Платонской философии, которая, ну, я не знаю, она неизмеримо умнее и корректнее, она исторически корректнее, чем то, что рассказывает нам Аристотель в альфа-метафизике, о каком-то там постепенном открытии его четырех причин, все это натянуто, вымучено, и там в одну кучу свалена и религиозная философия, и теология пифагорейцев, и натурализм там Аксимандра ионийцев, которые не занимались никакими нравственными вопросами, не потому, что они не доросли, но потому, что это не их дело, они занимались совершенно другими вещами, я уже не раз это повторял. Это вымученная и надуманная эволюционная теория развития философии, якобы от каких-то примитивных элементов до открытия формы, до платоновских идей, никакой такой эволюции не было. Наука была наукой, а религиозная философия была религиозной философией. И они остались такими на тысячу лет, никуда не делись эти две традиции, они продолжали всегда с собой полимизировать. Единственное, что произошло в греческой философии в эпоху эллинизма, дуалистическая метафизика вышла из моды. Пропал интерес к умопостигаемым мирам, вот этим нематериальным формам. И две ведущие философские школы эпохи эллинизма, стоицизм и эпикуреизм, стойки эпикурейцы, они обе как бы стояли в метафизике на натуралистических позициях. Они не признавали, но при этом никуда не делось противостояние детерминизма и телеологии. Вот оно никуда не делось. Потому что эпикурейцы продолжали механистический детерминизм и философии природы своей, ионийцев. Они были, атомистическая вообще доктрина, она была прямым потомком, она произошла из ионийской, она очень многое даже терминологию сохранила от аноксимандра и бесконечная вселенная, космогонический вихрь, это все оттуда. Все из ионии. Тогда как стойки, они подсуществуют продолжили платоновскую линию. Стойки формально они были как бы натуралистами, но они отождествовали природу и Бога. И поэтому религиозно-нравственные измерения из их метафизики, из их теории познания, из их этики, оно никуда не делось. Это была теаномная этика, которая основалась на божественном законе. В этом смысле Аристотел был ближе к софистам, ближе к протагору, потому что этика Аристотеля она 100% антропологическая. С самого начала почему этика Аристотеля начинается с критики платоновского понимания добра как единого, потому что оно практически нерелевантна, эта идея. Этика занимается практон-агатон, она занимается добром человеческим, которое достижимо в праксисе. Теория добра Платона метафизическая спекулятивная не к отношению отношения к праксису вообще не имеет. Между прочим, интересно, что более поздней платонической традиции это формулировалось, особенно когда в среднем платонизме появилось развлечение верховного бога, который очевидно как-то соответствовал идее добра Платона и бога пониже, который бога творца, который создал вот этот чувствный мир. И при этом есть тексты, которые говорят о том, что верховный бог он находится выше добродетели, то есть ему нельзя приписывать какие-то этостные характеристики, потому что он вне праксиса абсолютно. Он выше это, выше праксиса это человеческое. Уже у Аристотеля есть эти идеи, поэтому Аристотель и развел. Фроносис это человеческая мудрость, практическое действие теория это вообще теория, философ может теория вне всякого полиса, вне всякого общества, в тиши уединения один наедине с истиной и вот этим философским богом, таким идеалом, который ничего не делает в Тинейле Хосерон. Бог Аристотеля, друзья мои, в отличие от бога Платона, как его изображает Платон в Тимее, он не занимается каким-то конструированием, работа Аристотель считал, у него было такое понятие Бановсу, это пошлое. Но не надо забывать, он вообще преподавал в школе Аристотеля политических наук, и он преподавал элите, и он чурался, вот ионийцы не чурались аналогии взятых, я не знаю, из каких-то металлургических работ, разного рода ремесла, у Аристотеля вы не найдете такого, потому что это очень пошлое, этим занимаются пошлые люди, а он, вообще говоря, обращается к элите, иногда даже к людям царского рода, воспитателям, не надо забывать, что такой аристотельский обязательный такой аристократизм, который просто объясняется его профессией, тем историко-культурным контекстом, в котором он философствовал. Ионийцы в этом смысле были намного один, ну даже Гераклит, друзья, Гераклит, у него там в моем издании 16 аналогий из-за ранних реносин, Гераклит ходил и он рассматривал все эти ремесла, что делают кузнецы, что делают гончары, что делают башмачники, что делают чистильщики одежды, гнофейсы, и даже он там упоминает, я восстанавливаю там как наиболее правдоподобное чтение слова «ипос», которое означает «гладильный пресс», как там гладят шерстяную одежду, потому что Иония, вообще, кстати, Милет была крупнейшим центром текстильного производства, она экспортировала роскошные мантии, и особенно окрашенные пурпурные мантии, это была самая дорогая одежда, и Милет ее экспортировал. Итак, Деметра, Деметра, Даматер, дарующая еду, а Хера, она Эрате, возлюбленная и любимая Зевсом, и некий установитель имен, занимающийся объяснением небесных явлений, назвал воздух Герой, скрывая это эпиклюктоминус, но мы уже сказали об этом, поставив начало в конец. Ну, это смешно, здесь имеется в виду Если часто подряд произносить имя Геры, то там выскакивает слово Аэр, да? Хера, Эр, Хера, 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 Аэр, Хера, Аэр, 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 да? Своеобразный такой этимологический метод. Теперь имя Персифоны, Феррефата. Существало очень много вариантов диалектных и также книжных, эпиграфических имя Персифоны. В Аттике была форма Феррефата, феррефата, атическая форма имени Персифоны, богини подземного царства, с которой отправляется сейчас Сократ. Многие боятся этого имени равно как и имени Аполлона. Ну, это известно, известный феномен, он существует и в языке, феномен эвфемизма, когда не упоминай в суе, да, упоминание в сумме каких-то божеств, связанных с загробным царством или с возможным причинением какого-то зла, лучше избегать, да, лучше избегать, поэтому использовались эвфемизмы. вы знаете, в русском языке, например, даже слово медведь является эвфемизмом, медведь это медоед, медоед, то есть избегали, индоевропейское слово арктос, оно не сохранилось в славянском, потому что его заменил эвфемизм, безобидный, ну, это тот, кто ест мед. или в греческом языке, я думаю, вам приводил этот пример, в айнийском диалекте ночь называлась эвфроны, то есть благомысленная, потому что ночь как нюкс, как богиня, она у Гесиода была источником, конечно, всяких неприятных очень сторон человеческой жизни, и поэтому поминать ее в сую не стоило, поэтому вот эвфроны доброжелательные, доброжелательные эвфемизмы, часто они были тоже такие, как бы успокоительные, вот хорошие, хорошие, добрые, но только не трогай меня, страх, совершенно правильное наблюдение у Платона, что вызывало страх, а почему они боятся от незнания, хипоапеириос, от незнания правильности имени, потому что если бы они знали правильность имя по природе Катафюсин, имеется в виду Персифона, они бы перестали ее бояться. Впрочем, это, конечно, это был вот этот тезис о том, что незнание, невежество порождает страх, оно было ключевой, можно сказать, идеей вот в этой софистической теории происхождения народной религии. это страх перед неизведанным, непонятным. И на этом вся философия эпикуризма, значительная ее часть, эпикура, основана именно на этом. Зачем надо заниматься физикой, космологией и так далее, астрономией? Не потому, что они сами по себе интересны. Интереснее всего и для человека важнее всего другое, конечно, его душевное состояние, его жизнь, экзистенция. А физикой надо заниматься исключительно для того и лишь постольку, поскольку она освобождает нас от страха. То есть это занятие физикой, это по существу такая психологическая «help yourself», такая практика, потому что несчастное ощущение себя несчастным человека связано со страхом. Страх, чего человек всего больше боится. Больше всего он боится смерти и того, что после смерти начинается загробные воздаяния, всякие мучения и так далее. Так вот атомистика Демокрита соответствующим образом модифицированная эпикуром, она избавляет нас от этих страхов, потому что она показывает, что Бог, Бог, конечно, есть, можно говорить, что Бога нет, Боги, это существа макарион, кай автор, Бог это существо блаженное и нетленное, и оно абсолютно самодостаточное, поэтому какие-то там приношения, какие-то жертвы, воскурение, жареного мяса, это все абсолютно, во-первых, это не доходит, потому что они находятся очень далеко Боге, во-вторых, им это не нужно, потому что у Бога, как у существа блаженного и совершенного, у Него все есть, Ему ничего не надо, Ему не нужны все эти дары, и кроме того, Бог не в принципе, поскольку Он счастлив, блажен, и Он ни в чем не нуждается, Он также не испытывает гнева, поэтому не надо бояться гнева Богов, гневаются только глупые люди, Боги не гневаются, Богам в общем все равно, для нас им дела нет, но нам есть дело, потому что Боги являются таким прекрасным образцом того, как надо жить, надо контролируя свои страсти и занимаясь доступным земным, сиюминутным, не надо думать ни о прошлом, ни о будущем, и надо так тихо и мирно наслаждаться жизнью, поэтому философия Эпикуры имела определенный успех, даже временами в общем довольно внушительные возникают, даже эпикурейские такие, судя по всему, группы, примером, чем может существовать, может быть, быть диоген из Энеанды, это, по-видимому, какой-то влиятельный человек, богатый в малайзийском городе Энеанды, который был страстный эпикуреец и который заказал на собственные деньги полное изложение пифагорейской философии на многих цехах, чуть не 200 фрагментов на огромных каменных блоках. Вы знаете, вот, друзья мои, вот была самая успешная долговечная публикация, потому что то, что было на папирусе и потом на кодексах погибло. Текст диогена Аполлонийского, он в значительной мере сохранился. Это все вот последние десятилетия произошло, потому что когда турки дали разрешение на раскопки, целый, в общем, учебник пифагореизма на огромном количестве каменных блоков. Это указывает, конечно, определенный это второй век, второй век уже нашей эры, диоген из Инаада, и он там сам это все рассказывает, и какие-то его письма на этих камнях приводятся. Это неслыханное, совершенно небеспрецедентное, не имеющее себе равных публикации. Причем обращает внимание на то, что эти блоки очевидно находились в той самой стойке, где, по-видимому, до них была как бы кафедра стоической философии. Поскольку эпикурейцы были, и стойки были на ножах всегда, теоретические, то что стоическая этика это суровая, этика искоренения страстей, долго там следования природе и космическому разуму, у пикурейцев на первом месте стоял не космический разум, в котором они не верили, а свой собственный разум и своя собственная душа. И считается, что, возможно, он в рамках вот этого такой полемики и триумфа над стоицизмом, возможно, на том же самом месте это неспроста было сделано это грандиозная запись. Вот. То есть напрасно бояться от невежества и поэтому они называют ее ферсефоны. Видите, это два варианта. Ну, терсефоны была стандартная форма, которую вы найдете в словарях и в большинстве текстов, но отеческое было в частности ферефата. ферефата. Вот. Что касается современных современных этимологий нет. Мнения расходятся серьезно. Вот кто-то пытался там связывать это связывать даже с убийством фонус вторая часть, поэтому страшно это не очень убедительно. И другая альтернативная по-моему этимология, которая видит там что-то вроде возмещающей дарами или награждающей или приносящей дары, то есть какое-то эфемистическое название, что более правдоподобно. Конечно, вряд ли богиню, такую богиню почитаемую прямо называли какой-то прямо убийцей. Это очень маловероятно. Но по существу Шантрен признает, что, конечно, это все висит в воздухе. Мы не знаем на самом деле и не исключено согласно Шантрену, что это имя субстратное, то есть попавшее в греческий язык, не из индоевропейской традиции прошлой, а из субстрата, то есть из того языка, на котором говорили до греков. на самом деле, значит, почему ее не надо бояться? Потому что имя ее Ферсефонен, оно означает мудрое. Это мудрая богиня. И дальше разъясняется, почему. Опять, друзья мои, топос гераклитовского потока и опять получается, что установители имен древние были гераклитовцами. Они изменили, во-первых, изначально, то есть нередко мы видим другой мотив у Платона, что надо смотреть древнюю оттическую форму, вот Феррифата, это правильно, а Ферсифоны это уже искаженные, они изменили и они смотрят на имя Ферсифоны. И оно кажется им страшное. А на самом деле имя Ферсифоны означает мудрую, поскольку все вещи находятся в движении, это гераклитский поток. Как его тоже формулирует Аристотель, когда говорит о влиянии, что согласно Гераклиту тон, аэреон, тон, глагол может употребляться, все вещи, чувствно воспринимаемые вещи, они вечно текут или как здесь несутся, ферроменон. Так вот, при том, что все вещи все время несутся, то эфаптоменон кай эпофон кай дюнаминон эфаптоменон кай эпофон акулутэйн софиэсти. При том, что все вещи вокруг несутся и текут, способность касаться и вступать в контакт с тем, что проносится мимо нас, попробуй поймать этот гераклитический поток, ты не успеешь, только вещь появилась, ты начинаешь размышлять что-то, и как она уже исчезла, на ее место идет что-то другое. Вот умение, редкое умение следовать, следовать и касаться этого потока изменения, конечно, это будет мудростью, потому что это не всякое дамо. Поэтому правильная форма фер-эпафа, вот тут появляется контакт, эпофе это контакт, и феро, а что я не принесу, а именно это имя указывает на то, что в силу такой мудрости и контакта с тем, что несется, богиня и нас было, надо считать, что она названа правильно. или вот не понимая тот же самый мотив, что у тарвинистского автора, они не умеют понимать божественные имена, понимают их неправильно. Поэтому они ради благозвучия изменяют его и превращают фер-эпафа, изначально изначально пострубированная вот эта форма превратили ее в фер-эфаттен. то же самое надо сказать и об Аполлоне, что я говорю, а именно, что многие боятся имени этого бога, боятся, предполагая, что оно возвещает что-то ужасное. Или ты этого не знал? Почему? Здесь ассоциация Аполлё значит губить. Аполлия гибель, то есть Аполлон как бы губитель по народной этимологии. Гермоген, да, вполне, ты говоришь правду. Но мне кажется, оно наилучшим образом установлено, чтобы показать на способность, на то, что возможности и способности этого бога. Это как? спрашивает Гермоген. Я попытаюсь выразить, показать тебе то, что мне кажется, Сократ говорит, вообще не существует другого имени, которое так точно подходило бы, будучи одним-единственным, сразу к четырем способностям этого бога. То есть сразу одно имя выражает четыре функции через способности Аполлона. И таким образом пасон хефаптесты, да, и таким образом оно касается, схватывает сразу все. И некоторым образом выражает Делун, да, вот это очень важная формулировка и термин, друзья, мы с ней еще встретимся, а именно, что имя Делой, оно выражает или показывает имя. Это имя некоторым образом указывает на что? На четыре функции Аполлона и его четыре искусства. Мусикен, мантикен, мантикен, ятрикен, токсикен на искусство музыки, искусство гадания мантическое, медицина и искусство стрельбы из лука. Ну, действительно, это все точно и адекватно. Причем две из этих как бы четырех специальностей сферы Аполлона, музыка и стрельба из лука, они были частью воспитания, конечно, всех юношества, особенно аристократического юношства. Ну, что касается мантики и медицины, это было, конечно, особой техной, специальной, конечно, никто в школе не преподавал в начальной школе, да, но грамматика, счет и вот музыка, музыка, атлетические занятия и очевидно, для определенных сословий также военное такое обучение, то, всякие стрельба из лука. Аполлон, одним из символов атрибутов Аполлона были, был лук и другим была лира, самые его известные два атрибута, о которых говорит Гераклит. Так говори же, Ермес, Гермоген, говорит Сократу, какой-то совершенно атоп, он нелепое, мне кажется, какое-то имя этого бога ты называешь, ему непонятно, нелепое, в том смысле, что это неслыханно, что он имеет в виду. Оно наиболее идеально подходит в Армастон. Почему? Во-первых, потому что бог, то есть Аполлон, он связан с музыкой, мусикоз. Почему? Во-первых, потому что и очищение, катарсис, и очистительные обряды кофе-армой, они имеют место и в искусстве гадания, и в медицине, и совершаются через медицинскую практику, и через искусство гадания, причем в медицине, в медицинских лекарствах. и где и в этих самых окурениях во время ритуалов гадания происходило такое окуривание очевидно благовониями и омовение, и перерансис, и окропление. Все это были предварительные обряды, очистительные для того, чтобы прорицание было дано точно. И все они сводятся, обладают одной силой. Все эти ритуалы и все эти искусства Аполлона. Какие? Даровать человеку, сделать человека чистым и чистым телом и чистым душой. Или это не так? Точно так. Друзья мои, это, конечно, здесь происходит такое переключение от гераклитского потока. Мы видим, тут идет пифагорейская интерпретация. мы знаем из аристоксена, что пифагорейцы, пифагорейской школе практиковалось для адептов, для учеников два вида катарсиса. Очищение тела через медицину, ну, медицину ядрике в широком смысле, куда могла входить и гимнастика, и упражнения, атлетика и так далее. И через музыку. Ну, музыке, опять же, в широком смысле, включая все музыческие искусства, то есть науки и философию и так далее. Укун, стало быть, очищающий бог, то есть Аполлон, он кассайрон, он совершает катарсис и он омывает или отмывает и избавляет от таких, от такого рода зла. Вот какова его природа, да, Аполлона. Катарсис. Конечно, мало какой бог был так связан именно с ревильозным катарсисом, как Аполлон, были катарактические обряды, на которые, кстати, хотя Гераклиф превращает Аполлона, просто выставляет его чуть ли не своим учителем, но, конечно, в символическом смысле, потому что он не признает политических выдумок об Аполлоне. Но при этом Гераклиф в третьей главе своего утраченного трактата о природе, о богах, где он сначала подвергает критике народную религию, ритуалы, мифы, а потом переходит к положительной теологии и излагает свою новую монотеистическую и пантеистическую доктрину бога как космического ума, управляющего всей вселенной и так далее, и так далее, и так далее. При этом Гераклит нападает язвительно на Аполлоновские очистительные обряды. Не в том, что были обряды, очищавшие от убийства, от пролития крови, и, по-видимому, они включали в себя жертвоприношение. Что такое жертвоприношение? Жертвоприношение – это заклание животного. Значит, это пролитие крови. И Гераклит с сарказмом говорит, «Касарюнтайдаймэти» вообще в суи очищаются кровью, кровью отскверненные, как если бы кто в грязь вступив, грязью бы отмывался. Его бы сочли сумасшедшим люди, которые бы увидели, что он так делает. И дальше Гераклит заключает, все эти люди, которые принимают всерьез ритуалы и народную религию, они не имеют понятия ни о том, что такое боги, ни о том, что такое герои. Здесь мы прекрасно видим, что, конечно, Гераклит критиковал мифопоэтическую религию не с позиции какого-то атеизма, а с позиции более высокого теологического знания, которое, конечно, базировалось на монотеизм. И главный метафизический тезис книги Гераклита, который он анонсирует в самое первое предложение своего трактата, это тезис всеединства. Панта знать все как одно. Кстати, Плутарх приводит и такую философскую этимологию Аполлона, как А отрицательное и Полон, то есть это Бог единства, это Бог противоположный множеству раздроблений и так далее. Вот. Аполло, здесь еще такая игра слов, потому что Ло значит мыть, а Ло значит развязывать. И Аполлон, это Бог Аполлон, он Аполлон, он отмывальщик и он избавитель, Аполлон, от всякого зла, в том числе от болезни и так далее. Да, я согласен. Вот, в соответствии или согласно избавлениям и отмываниям, которые он совершает, как врач и отрос, он правильно бы назывался не Аполлон, а Аполлон, отмывающий, а в соответствии со своей функцией монтической, гадательной, и в соответствии с истиной и простотой Аплюн, а это одно и то же. Почему, друзья мои, истина и простота и простое Аплюн, почему это одно и то же? Как его называют, между прочим, фессалитцы? Интересно, что в доказательстве этих фантастических этимологий Платон обнаруживает такое, в общем, почти профессиональное лингвистическое знание диалектных форм. Он приводит диалектные формы, во-первых, как он считает, старинные отеческие формы имен богов, и то, как называют фессалитцей, циталой. Они называют Аполлона Аплюн. Аплюн, говорят все фессалитцы, про этого бога. Конечно, они не имеют в виду то же самое значение, что имеет слово хаплос, простой. Это такая форма имени Аполлона. Сократ здесь усматривает аллюзию на то, что это бог истины. А что значит, почему истинное и простое одно и то же? Друзья, это аллюзия, конечно, на стих и на поговорку провербердивальную. Хаплос, омютс, стес, алети, яс, эфю. Слово истинное, оно простое имеется, подразумевается в виду, а ложь, она всегда разнообразна, она принимает разные формы. Слово истины всегда простое, поэтому, если имя Аполлона намекает на простоту, Аполлона, то оно указывает на истину, как на правильность, правильное значение его имени. Вот так бы правильно надо, то есть правильно называется реконструированная изначальная форма, которая якобы искажена впоследствии малограмотными людьми. Поскольку он дальше тут же отбрасывается другая этимология, Аполлон как Аэйбулон, то есть как постоянно стреляющий, и это указывает на его функцию такого бога искусства стрельбы из лука. И поэтому Аполлон он Аэйбулон, то есть всегда вечно стреляющий из лука. Что же касается его музыкальной силы, то надо полагать, что так же, как в слове Аколлсон и Акуетин, вот это альфа, первоначальная альфа, она может быть не обязательно привативом означать не, она может быть синонимом предлога Сюн вместе, то есть Акуетис это делящий ложа, делящий ложа Акуетис, поскольку альфа во многих случаях означает вместе хому и в данном случае хому полисин хождение вместе и движение по небу по небу, по тем местам, которые называют полюсами, полус хому полисин, и а также вследствие той гармонии в песне, которая в пении, которая называется симфония, поскольку все это, как говорят утонченные знатоки музыки и астрономии, все имеются ввиду вот эти небесные явления, они гармонические полей хама, они движутся вместе гармонически. Тут, конечно, опять, видите, ссылка, конечно, на пифагорейцев. Это и в государстве Платон цитирует пифагорейцев, которые учат о том, что музыка и астрономия это близкородственные науки. Поэтому хуй ком псой изысканные знатоки музыки и астрономии в данном случае, конечно, пифагорейцы. И этот бог Эпистатей Гутус Аполлон благодаря своей гармонии он приводит в движение все вместе и в мире богов и в мире людей. Опять идет сравнение указания на то, что Альфа А, то есть первая буква имени Аполлона, что якобы она имеет то же самое значение, что в Агайте, если она не означает нет, не отрицание, а означает вместе. Поэтому Аполлона мы бы назвали хомополон, то есть двигающие вместе. А добавили к этому хомополон, добавили вторую ламду, как объяснить, что в имени Аполлона два L, потому что с одной ламдой это имя приобретает зловещее значение. А именно оно ассоциируется с гибелью и так далее. гибелью. Именно поэтому люди, которые не понимают истинное его значение, этого имени, они боятся его, как если бы оно предвещало некую гибель в Торан Аполлона. Но это на самом деле, вот это существо имени Аполлона, Пасоны Фаптомина Кейта, имя установлено так, чтобы выражать, буквально касаться все его способности, а именно простоты, вечность, постоянность стрельбы, отмывания и движения вместе. Четыре. Все четыре искусства Аполлона можно, они зашифрованы вот в этом имени и можно вскрыть вот с помощью такого этимологического метода. Что же касается музы, теперь этимология слова музы и вообще всю музыку, мусике это конечно искусство мус, и у Блатона нередко мусике употребляется не в узком смысле музыки, но в широком как бы сфере искусств мусике, куда входит и поэзия, и литература, искусство, это все мусические, мусические искусства в противоположность как бы прошлым искусствам, которые связаны с рукоделием, производством, типа металлургии, гончарного искусства, качества и так далее. Это не мусические искусства, мусические вот эти науки. название имя мус происходит от глагола мостой, то есть устремляться, судя по всему. То есть оно выражает стремление и влечение, о котором говорит имя философия, потому что философ это тот, кто стремится, кто любит мудрость, а не тот, кто ей обладает. Латона, Лето, мать Аполлона, она названа так от кротости богини, поскольку она доброжелательно отвечает на то, что кто-то просит, то есть она откликается на молитвы. А возможно и то, как называют ее иностранцы, ибо многие из них называют ее не лето, а лето. Лето. Это связывается, указывает не на грубый нрав, а на кроткий и мягкий и гладкий. лето, это лея, лея, это гладкий. И именно поэтому ее так называют. Что же касается Артемиды, почему Артемиды имеют это имя, то Артемис файни такая то космия. Как кажется, это указание на невредимое или целое Артемис и на упорядоченное чинное космия. в силу того, что Артемиде свойственно влечение или желание девственности. Артемида это богиня-девственница, да? А может быть и потому, что она знаток добродетели. Аретес Хистор. Откуда же здесь берется хистор? Потому что Артем здоровый и невредимый и в акузативе будет Ида. Артем Ида это знающая добродетель. Именно вот в этом смысле так назвал богиню тот, кто ее так назвал. А возможно также и потому, что она ненавидит. то есть она любит девственность и она ненавидит брачные отношения, буквально пахоту между мужчиной и женщиной. Или же потому, или в силу всех этих причин вот это имя было установлено для богини. Значит опять мы видим много этимологии и множественную мотивацию семантическую. брачные и мотивации леп Продолжение следует...